Каспичане не могли выехать в Махачкалу на общественном транспорте весь сегодняшний день. Причина – забастовка водителей маршрутных такси. Они устроили митинг, выражая недовольство организаторам рейдов, которые штрафуют водителей за отсутствие тахографов. Таким образом, считают водители маршруток, их пытаются вытеснить с рынка пассажироперевозок. Однако, по мнению сотрудников Ространснадзора, отсутствие контрольного устройства недопустимо. И они не лоббируют ничьи интересы. О том, как все обстоит на самом деле, расскажет Патимат Ханабова. Тахографы, а точнее их отсутствие, и стало в этой истории яблоком раздора. Проводимый накануне совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора выявил массовое отсутствие маршрутных такси, приборов учета и контроля за водителями. Больше их количества по Каспийску пришлось на компанию Каспий Авто, после чего работники предприятия вышли на протест, назвав такой исход намеренной травли со стороны некоторых надзорных ведомств для передачи линии другой транспортной компании. Почему они не организовывают работу, рассрочку или каким-то образом установить тахограф, я не знаю. Если они хотели, чтобы мы работали, они это организовали. Они хотят прекратить нашу трудовую деятельность. Мы единственные, я считаю, в Каспийской городе, которые на казну Каспийска перечисляют налоги, это наши предприятия. 250 или 200 человек, которые у нас работают, перечисляют налоги. Если сюда придет третий парк, они не будут платить, выезжать в Каспийск, они будут оплачивать в Санкт-Петербургские предприятия. Почему нам не дают работать местным водителям? Почему мы должны на кого-то наняться и работать, потрачить на них, так скажем? Несоблюдение закона руководство Ространснадзора называет основной причиной штрафования перевозчиков, исключая любые предположения и домыслы. Обвинения со стороны Каспий Авто в лоббировании чьих-то интересов они считают необоснованными. У них начинается сразу, значит, вы там лоббируете интересы третьего парка или еще какого-то перевозчика. Но мы этим не занимаемся, у нас нету таких полномочий чьих-то сторон. Мы проводим обычную свою работу, плановую свою работу. Месяц разли, неделю разли, там, как, согласно утвержденному графику, мы выходим то в городе, то за городом, то в горах и так далее, везде проводятся эти рейдовые мероприятия. Цена и неорганизованность – это единственное, по словам водителей, что их беспокоит во всем этом процессе. Если им дадут время и создадут благоприятные условия, эти противзаконы не в их интересах, признаются они. Здесь идет неорганизованность не со стороны водителей, а со стороны, может, высшестоящих, лицензионщиков, технических. Пусть обеспечивают сервисные центры, Каспийские, Дербенти, Кизляры, в крупных мегаполисах, людям объяснят и поставят. Это что такое? Утром пришли, вы не будете ездить. Это мы против этого, мы сейчас физически не можем ездить. Мы боимся, а там штрафы не тысячи, не три тысячи. На предприятие около 500 тысяч штрафов идет. Однако закон есть закон, и он гласит, что уже с августа 2017 года пригородную перевозку необходимо осуществлять, оснастив транспорт тахографами. По словам экспертов, в Дагестане печальная статистика не только по Каспийску, но и в других городах республики. Из более 350 вынесенных штрафов, около 250 приходится на отсутствие контрольных приборов или нарушений по их использованию. Владельцы транспортно работают на регулярных маршрутах. Они обязаны иметь тахографы, контрольные устройства по контролю за соблюдением режима труда и отдыха. Мы же знаем, они 6 часов утра стоят и целый день там катаются. Поэтому аварийность, в этом году идет рост аварийности на лицензируемый транспорт. У нас идет увеличение этих дорожно-транспортных происшествий. Почему? Потому что там же нельзя. Вот там есть определенные условия работы. Он не может там более там сколько-то там управлять автомобилем более 9 часов в сутки и так далее. Но они же работают без контроля. Утром встали 6 часов, прибежали, побежали целыми днями. Они думают, что только заработать деньги так нельзя. И запасно, что в первую очередь должно быть. По словам специалистов ведомства, проверочные рейды на законность перевозки пассажиров будут продолжены. Томметим, что с 1 июля 2019 года вводится обязательное оснащение приборами автобусов и маршруток, работающих и на городских перевозках. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск.